Доброе утро. Пророк от Сафонии, первая глава. В первом стихе мы почитаем, что тот пророк пророчествовал во дни Йосии, царя югейского. И вот поскольку изучаем Библию, надо всегда задавать себе вопросы. Мы читаем, что тот Сафоний пророчествовал во дни Йосии. Итак, читаем о Йосии. Кто он? Это вторая параллельпоминон, 35 глава. И там мы читаем, что тот царь Йосии сделал огромные реформы, и тот Йосии в принципе выгнел всякий ваал, всякие эти идолы. Он это все таки закончил, кажется. Так написано, что он сделал такую реформацию в Израиле. И кажется, поскольку мы это прочитаем, вот это я параллельпоминон, 4-е, 35-е, что все отлично. И особо 35 главу там написано, что он совершил огромную Пасху. И в 18 стихе не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила, пророка. То есть он известен из-за того, что он такое Пасха сделал, и из-за того, что он выгнел всякие ваалов и так далее. И написано там, в 2 параллельпоминон, 35 глава, 8 стих, что князья его по усердию давали в дар народу, священникам и левитам. Всякие животные, даже 2600 овец, огняц и казнов и 300 валов. То есть эти князья его такие, ну, дались только животные и так далее, чтобы можно было бы сделать такой суперский, ну, Пасха. А здесь мы читаем из пророка Сафонии, Божья перспектива, и это сильно отличается. Потому что написано в 4 стихе, что он, Бог, будет вообще уничтожать Израил, ну, Юды особо. Из-за того, что у них столько остатков вала. То есть поверхность, они все это закончили, но фактически осталось очень много. И этих людей, видимо, Бог сказал, что я буду вас наказать из-за этого. Я буду вообще истребить тот землю. Из-за того, что вы прочитаете сделать по устужению валу и не ко мне. А читая там церствование Йоси, написано, что он все это закончил. То есть поверхности, да, они покажутся. Поверхности, да, они все-таки это сделали. Но фактически сердце осталось все-таки завалом. И сразу мы видим кое-что для нас. Потому что поверхности, мы все сможем и тоже сказать, что, ну да, я верующий человек. Я вот смотрел на моем жизни, выгнел, да, вал и всякие идоли, когда фактически в сердце мы все-таки совсем не с Господом. И здесь в 12 стихе Бог сказал, я со светильником осмотрю Елисалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих. Это, безусловно, какой-то аллузий, ссылка на Пасху. Потому что во время Пасха они поискали для дрожжи в своем домах светильниками. И Бог сказал, что я буду это делать. И Йоси был известен из-за того, что он сделал такое Пасха. Но это понятно, что они на самом деле не сам себе испытывали, чтобы понять, где будет дрожжь, то есть где такие, ну, кваска, которая является символом греха. Они в сердце не смотрели. И Бог сказал, что я буду это делать. И в 8 стихе будет в день жертвы Господней. Я посвящил князей, сыновей царя. То есть я буду им наказать. Но мы как раз почитали, в 2-й параллоге Паминон, 35-й главу, что во время Идусии князи дали Израилу столько волов, столько агнец. То есть поверхности они очень великодушны. К Богу, к людям. А здесь написано, что я буду им наказать. И откроется тогда такая тема в том, что мы сможем в полной поверхности делать все то, что, кажется, нужно для богослужения. Но фактически, фактически они как-то совсем не были с Господом. Далека даже от Него. И во время преломнения хлеба, который мы сейчас обращаем, человек придется, так как написано, сам себе испытывать. То есть пробовать понять себе. Если на самом деле я с Господом, или если это все-таки игра, это все-таки поверхности, я покажу и себе, и Богу, и другими, что я верю в человека, когда в сердце фактически человек очень далеко от Него. И в пятом стихе написано, что на кровлях они поклонялись воинству Небесному. То есть они это сделали чуть потихонечку. Иосиф как-то сделал такие реформы, где это невозможно делать, как-то в храме Божьем как-то открыто перед всем, но они потихонечку домой это все сделали. На кровлях в своих домах. И так и есть. И что Бог самое главное смотрит на сердце человека. Кто я? Кто ты? Когда никто не смотрит на меня. О чем мы думаем? Когда ходим по улицам, когда сядем на транспорте, это где наше сердце? Это является для Бога самое главное. В 7 стихе Бог сказал, что Он приготовил жертвенное заклание, назначил кого позвать. Это говорится о том, что Он будет скоро всего уничтожать Иерусалима и уничтожать Израила. Он сказал, что это как жертва, это как пир, где гостей есть, и Он назначил кого позвать туда. И это именно то, что мы читаем о преднамнении хлеба. Что здесь во время преднамнения хлеба у нас какое-то богослужение, у нас какой-то пир, трапезь Господня. И это является двойной символ. Это как чаша вина. Это в Библии означает и чаша осуждения. Если Бог дал, допустим, Вавилону пить чашу, это значит, они участвуют на гнев и суд Господнем. Это и тоже означает благословление, чаша благословления от Бога. Итак, поскольку мы сделаем то преднамнение хлеба, это так, как мы здесь садим на трапезе Господне, но трапезе Господне, то это заклание, то это жертвенное заклание, то это трапезе Господне, как я сказал, это является двойной символ. Поэтому Павел сказал, что во время преднамнения хлеба придется для человека сам себе испытывать и понять, с кем он. Мы сможем или быть с Господом, или нет. И, в конце концов, судьба наша – это или жить вечно, или умереть вечно. И если, в конце концов, наша судьба закончится таком образом, тогда придется для нас всегда выбрать точно для него в этом жизни. И, в конце концов, все наши решения, которые у нас есть в жизни, это или направо, или налево, или решить, будь с Господом, или нет. В конце концов, все наши решения закончатся так. И наша судьба тоже. Помните, тот притч, где Иисус сказал, что будет судный трон, и перед Богом будут все, и как овцы направо, и козлы налево. Нету третий путь, нету третий вариант. Нету, нету какое-то чистилище, только у католиков есть такое понятие, где, ну ладно, я не такой святой, я тоже не такой грешник, да ладно, дай мне какой-то средним путем. Нет, такого нет у Бога. Мы сможем или быть с Ним, или жить вечно, или мы просто умрем вечно. Если так, тогда каждое жизненное решение, которое мы встречаем, надо принять вот с этим духом, что я или для него, или нет. В 8 стихе сказал, что царь будет наказать все обивающихся в одежду инопременников. Какая речь об одежде? Это похоже на то, что мы читаем в этом притче Иисуса, где был опять трапез царя, и гости пришли, и один человек был неправильно одет. И в этом времен, если ты принял приглашение на пир, или прочее, то ты пришел, и сразу они с тобой встречались, и дал вам одежды, белые одежды. И ты с этими одеждами пришли дальше к этому пиру. А был человек без такой одежды, без брачной одежды. Конечно, вопрос, почему у тебя это нет? Почему? Потому что он считал, что его собственные одежды как-то лучше. И что для нас означает техноуправленные одежды, то брачной одежды? Это, по-моему, праведность Иисуса, которую мы получаем при крещении. Мы будем тогда, во время крещения, мы как-то получаем праведность из Иисуса, от Господа. И в том, что у нас как-то белые одежды от Него. Значит, Он смотрит над нами, как у нас нет греха. А если мы считаем, что да нет, это мне не надо, мне не надо креститься, я того, мне плохой парень, да нет, мы вообще не поняли из этого этого. И что нет, фактически у нас ничего нет. Нам надо страшно. Его одежды, Его праведность, чтобы мы сможем быть правильными одетами. Не так, как этих людей, которые одевающихся в одежду иноплеменников. То есть они не Его. В 12 стихе Я накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем не делать Господних добра и зла. Это говорится, наверное, сок. Не так, как сок, который мы покупаем из пакетики, но сок, который натуральный стел, который долго стоял. И как-то все сел. И я считаю тогда, что Он имел в виду, что давайте, надо разбудиться, надо как-то понять, что нет, у меня столько потенциала есть, но надо это как-то разболтать. Это то, что Бог хочет делать в жизни каждого человека, как-то человека разболтать, чтобы мы не будем просто так вот сидеть. И у них такое отмещение не делать Господних добра, ни зла. И это сегодня особый, я считаю, подход, который есть вообще. Это дух мира. Что, ладно, Господь в роде существует. Атеизм это уже не модный. Что, ну ладно, есть такой Бог. Где-то, как-то. Но Он не делает ни добра, ни зла. То есть Он как-то пассивный. Это наше исключение. Считать, что Бог как-то равнодушен к нам. Что Ему как-то все равно. Что мы думаем, как мы считаем. И что понятие суд, что Он будет фактически и в конце концов судить нашей жизни и жизни мира, как-то нет. Он ничего не делает. Он как-то пассивный. Пассивный. Почему, если Бог есть, мы это слушаем постоянно. Если Бог есть, то зачем Он не делает это? Почему Он это не делает? То есть, почему Он как-то там, ну, спокойнее. Зачем Он как-то пассивный там, на небесах? Бог не такой. Он очень внимательно смотрит на наши дела. Он очень внимательно. делает очень много. Даже все то, что творится в мире, ну, в смысле, дожди, снег и так далее, это все-таки от Него. Это не так, что Он как-то пассивный, что Он там как-то ничего не делает, что Он просто там ленивый. Нет. В 13-м стихе суд был бы в том, что вы будете построить дома, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. То есть, вы будете трудиться, трудиться, работать, 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 и в конце концов, ничего не получается. И это опять дух нашего мира. Где людей на самом деле работают, работают, весь жизненный, и в конце концов, что у них есть? Почему такое разочарование? Зачем такое умение? Дух депрессии вообще в обществе? Вроде из-за этого, что столько трудили, трудили, что столько сделали, столько работали, и результат какой? Нуля, в конце концов. И в отличие от этого, если мы будем за Господом, тогда все наши духовные труды и имеется какой-то результат. Потому что, в конце концов, мы будем жить вечно. И жить вечно не просто, чтобы существовать вечно, а чтобы на самом деле работать для Господа и не для себя. 14 стихе. «Близок великий день Господа». Он имел в виду «Судний день». Близок и очень посвящает. В каком плане «очень посвящает»? Я понимаю, что это не так, чтобы Бог, наверное, предупредил какой-то день, в смысле, на календарь, чтобы, допустим, 4 апреля и в 2020 году Иисус придет. Нет, тот день, как-то двигаться немножко, потому что цел Божий в этом плане немножко открыт. И 2 Петра, 3 глава, там мы читаем в Невом Завете, что поскольку мы будем покаяться, тогда мы сможем посвящать тот день. То есть, это будет побыстрее. Зачем мы молимся за пришествие Иисуса? Зачем? Даже отче наш, мы молимся каждый день для Царства Божьего, чтобы это поскорее пришел бы. Зачем для этого молиться, есть ли у Бога есть в своем календаре какая-то дата, какое-то число. И все. Нет. Это так, как ребенок, который каждый день молится Богу, чтобы ее день рождения поближе, ну, побыстрее пришел бы. Да нет, зачем? Это уже фиксировано и как-то не стоит молиться каждый день, чтобы мой день рождения ну, как-то посвящает, чтобы это ну, побыстрее, пришел бы. Это все, это фиксировано. А мы сможем молиться, чтобы Иисус пришел поскорее. Почему? Потому что тот день, я понимаю, не так фиксирован. Это зависит на разных факторах, на разных моментах. Например, Иисус сказал, что поскольку Евангелие, Царство Божие будет распространено по всему миру, когда это, тогда Иисус придет. В другом причине он сказал, что когда урожай готов, тогда он будет собрать. Значит, что урожай начинается, конечно, когда урожай готов, когда есть урожай. То есть мы сможем как-то влиять немножко на тот день. И здесь, и тоже наоборот. Факт того, что они столько согрешили, значил бы, что тот день поспешает, что это поскорее будет. И так Бог не так как-то ровно-душный, там на небесах как-то безинтерес, и не так, что он как-то предназначил какой-то день для пришествия Иисуса, и для него да ладно, он сейчас смотрит как-то куда-то по-другому. Нет, у него есть огромная колоссальная чувствительность к нашему дела, к нашему духовный прогресс и развитие. И это все-таки зависит на этом день, когда Иисус придет или нет. И в 18 стихе ни серебра их, ни золота их, не может спасти их в день гнева Господа. Это как-то абзурд считать, что ну ладно, Иисус пришел бы, я буду там стоять перед Иисусом и как-то ну ладно, я не то жил, но ага, я могу предлагать ему какое-то деньги и все из-за серебра, из-за золота наверное он будет дать мне спасение. Это мы все знаем, это абзурд, так считать, что да ладно, я возьму деньги к этому день, или богатство, или серебра, или золото. Нет. И если это так, если мы понимаем, что это абзурд, то зачем тогда так переживаем, чтобы собрать поскольку мы сможем серебра и золото в этом жизни. Если самый главный момент в нашем, судьба в нашем жизни, это жить вечное в его царстве. Я хочу больше всего быть в его царстве. Если это является внутри нас наше самое главное желание, что это до самого конца мое единственное желание жить вечно с ним, быть в его царстве, быть ему как угодно. Хорошо? Золото и серебра это не покупают. Разве мы сможем Богу это предлагать и Он будет это принять? Да нет. Если так, что я хочу больше всего быть с ним в его царстве, тогда зачем мы переживаем? Чтобы собрать серебра аризонта. Разве это для Него как-то привлекательно? Разве для Него это как-то хорошо, у тебе столько денег, я дам тебе спасение? Это примитивно. Помните, раньше католиков было такое понятие, что можно покупать индульгенции. Как это на русском? Индульгенции? Да? И это всегда для меня вообще смешно. Ну что, я согрешил? А, деньги есть? Ну, слава Богу. Тогда я хочу в церковь, врачу, да ладно. Как? Это тоже обзор, что ой, я согрешил. Ой, и тоже беда, беда, да, что и тоже денег нет. Я согрешил, и тоже денег нет. Что мне делать? Это всегда для меня примитивно. И я думаю, для любой человек это очевидно, что это не помню. А если так, если мы на самом деле понимаем, что серебра и золото ничего не покупаешь, спасение, ничего не покупаешь, прощение. Если для нас тут прощение, тут спасение является самый главный момент в моем жизни. Это самое главное то, что я хочу. Зачем тогда собрать золото и серебра, чтобы это как-то покупать? Ты не сможешь это покупать. Ладно, у кого есть вопросы, кстати, приветствуем Рижскую Экклезию и всех онлайн зрителей из брата Андрея в Ростовский область в России. Спасибо большое. У меня вопрос. Да, в основном. Не первый раз упоминание, почему Господь Бог сердится за поклонение воинству Небески Ну, потому что для каждой звезды, которую они там видели, на небесах они строили на земле какой-то идол, когда фактически Бог является единственным. Есть те, которые считают, что это какой-то намек о том, что астрологии нельзя. Потому что в одном плане это тоже какое-то идолопопроз. Это не разумевается как силы? Ну да, если мы считаем, что вот тот звезда имеется какое-то влияние на меня, я поэтому боюсь тот звезда и тот констелляции, то нет. В контексте так не звучит. Ну да, я поэтому я тоже думаю, что я просто предлагал, как некоторых это толкует. Да, Толик. В 8-м стихе говорит, что будет в день жертвы Господней. Это говорится о чем? В день жертвы. Это в какой день и что такое жертва Господня? Да, жертвы я понимаю как судный день. Это будет жертва в том, что они в принципе умрет. То есть это какой-то логик, что если в конце концов они грешник будет сожгать скажем не буквальным образом, но и так зачем тогда мы думаем что мне не надо как-то отдать все Богу прямо сейчас. Если в конце концов даже для грешников они будут 100% предан Богу тогда нам пытаться сегодня то же самое делать. И в 18 говорится что вы говорите о судном дне что судный день может прийти внезапно как вы говорили что может быть в 20 году 4 апреля он может быть придет и завтра то есть он может прийти совершенно внезапно это никому не известно мне почему то кажется что у каждого свой час смертный это и есть судный день он для всех один не может быть для каждого нужно свой час нет я думаю что во время судный день это когда Иисус придет в одном плане мы все будем там вместе потому что он будет как-то разбираться между овцами и казном вот то есть и плохие и добрые и хорошие будут все вместе и он будет он будет разделить да в какое время писалось вот это Иосиф ну я как первым стихом это после Соломона Давида нет чуть до потому что в первом стихе вот они Иосиф и он жил это фактически его дети которые шли в плене то есть Бог имел ввиду что вот такое наказание будет если вы не будете покаяться так что он имел ввиду судный день какое-то время было для им судный день было в принципе на руках вавилонцами но для нас в конце концов судный день это когда Иисус придет он сказал он пристел снижат не за прибыли лучше хотим вырисовать Продолжение следует...